ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА Провести традиционный праздник воздушно-десантных войск в полном объеме 2 августа. И потому руководители Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» вышли с инициативой провести такой праздник в одной из школ Твери. В таком формате встреча школьников с людьми в погонах прошла впервые. Занятия патриотическим воспитанием – это не только теоретические уроки. Поэтому обязательно ребята должны общаться с военными, понимать, что такое военная подготовка. Ну и, конечно же, общаться с теми, кто знает, что такое служить Родине. Праздник состоялся в свободные от занятий часы. Ребята не только смогли посмотреть показательные выступления спецназа, но и сами прикоснуться к атрибутам военной жизни. Я хочу выразить слова огромной благодарности руководству и управлению ФСИН России по Тверской области, и управлению Росгвардии по Тверской области, и командованию 12-й дивизии военно-транспортной авиации. Они всегда откликаются на такие мероприятия, потому что это наше общее дело. Ведь мы растим будущих защитников нашей Родины, которая придет нам на смену. Специального приглашения на праздник никому не потребовалось. Сюда пришли семьями. Представлены экспонаты, что называется, на любой вкус. Кому-то по душе оружие, кому парашюты, а кто-то с удовольствием изучал интерьер бронетранспортера. Ты впервые видишь такое? Нет. Держишь в руках? Нет. А где знаком уже был? Я была знаком, когда мы ездили с папой в его командировку. У него там тоже было много оружия. А папа кто? Ну, папа до этого служил в Дагестане и был полицейским. Отходить от формата уроков мужества, проводимых в школьном кабинете, идея неплохая. Можно не только наблюдать, но и участвовать в действии. И здорово, когда рядом на равных боевые офицеры. Это уникальная возможность пообщаться с реальными людьми, участниками боевых действий, военных действий. Поэтому мы счастливы, что эта работа проходит не в теории, а на практике. Когда ребята видят реальных участников, которые слово патриотизм знают не в теории, а на практике, которые действительно готовы ежеминутно отдавать жизнь за свою родину, за свою страну, за свою семью. Мне кажется, вот эти живые примеры и являются теми ценными уроками военно-патриотического воспитания. Это первая, но не последняя акция Союза десантников в 14-й средней школе. Именно на базе этой школы планируется работа военно-патриотического клуба десантной направленности «Купол». Будем надеяться, что эта инициатива тверских десантников осуществится.